ну что братцы в общем вот так вот я все подсобрал хотел хотелся не завести но дали мне не тот фильтр фильтр далее но у фильтр начал ставить а он оказывается отверстие у него больше ну вот как-то ждем другой короче не ждем а будем это завтра поеду магазин и поменяю его на другой если есть конечно в наличии это плохо конечно если не будет вот так все уже хотел сегодня запустить залить масло все но ничего не вышло в общем ждем завтра и будем запускать завтра включимся обязательно обязательно включимся уже все подцеплена останется только запитать печку вот на тот фильтр фильтр поставим купим завтра фильтр чтобы почистила маленечко поставил термостат и будем завтра уже все это заводить вот он косяк прогнили пробки я пробовал тут их подварить ну пока что толку нету браться я не знаю вообще как быть и что делать но в принципе в принципе будем выбивать наверно все пробки и точить но вот это вот отверстие она вообще было просто даже не было там вообще ничего здесь еще хоть более-менее какое-то до отверстие а тут вообще ничего не было просто но придется вот это еще тоже выбить не знаю большие выбивать не выбивать ну короче я не знаю что делать вообще бы то по-хорошему еще напором воды дать чтобы он как-то промылась будем смотреть что не знаю что делать вот так друзья а потом до базовое штайм для думаешь ёбаный урод а чё у меня печка нахуй нихуя не дует блять вот такой фильтр надо обязательно ставить долго для горячей воды но которые идут колбы эти лопаются не выдерживают уже пройденный этап и так брат сейчас расскажу какое лошара короче вообще лошара вот видите кучу лужи масло масло под машину лужи чё думаете генератора видите нет трубочки оцеплены и я тут решил думаю дай-ка я дринкну без коллектора мотор ну как видите дринкнул пока там смотрел какой там из них цилиндр прокидывал синий дым пока там прокачалась обхожу и смотрю там натуре водно текло прям жесть ну литра два норы точно на полу на полу но осталось нас немного масла зальем не знаю короче но и что по итогу то сейчас вам покажу что по итогу промыл я короче все пробки пробки вот снял вот они все сняты оттуда говно я вышкрип вымыл мыл тут-то прям туда не уливал водичкой промывал все с пробочки он она не знаю видно не видно резьба такая вся за этого на короче этого мы завтра едем к токарю едем к токарю вот они пробки тут расковыривал пробовал заварить ну конечно пытались делаться мало крови ну короче ничего не получилось она все равно уже прогнили бежали где-то еще одна была вот тут это вообще прям про гнило но отвертка и и вышибал просто пробивал тут вон вся такая прям всяком гавне мы будем вытачивать нового не знаю подойдут а чего-то не подойдут будем вытачивать новый короче и туда уже запрессовывать их на герметичек и туда вставлять принципе блок промыл фильтр поставили заведем выгоним его пусть он поработает постоит там на улице там с какое-то время пусть это все погоняет там все это пролетует чтобы уже этот шмурдяк маленько собрался но и у меня уже все равно стоит такая же колба только на горячую воду стоит колба такая и там уже тоже перед печкой также перед печкой почему не пойдет сначала в радиатор радиатор кэш тоже может этим головом засрать ну первую очередь это она пойдет тогда когда откроется термостат а так идет всегда по малому кругу и через печечку короче все это будет это циркулировать но один фиг там может что-то и попадет радиатор все ты досконально не вымоешь от этого говна и как-то так короче заводится прям хорошо ну он и до этого заводился неплохо да но сейчас вот прям нормально так заводится все будем завтра вытачивать пробочки и пробовать сейчас в общем объясню маленечко как настраивать клапана вот так вот тут подрисована черточка черточка и черточка по противоположной стороне сейчас берем такую головку насколько тут на 38 а вот и подводим вот это вот рисочку с этим вот стяженем стяженьком и смотрим какой у нас цилиндр да это скорее всего по клапанам это 4 цилиндр 4 цилиндр если повернем на 360 то у нас будет это уже первый начинается регулировка вот с минусами клапана отметил получается у нас вот этот последний ну на четвертом оба потом впуск впуск идет третьего цилиндра и выпуск идет второго цилиндра эти клапана регулируем впуск у них получается 030 выпуск 035 и потом когда проворачиваем шкив уже на 360 и у нас будет первый и будет регулироваться на первом цилиндре оба да там пуск выпуск на втором цилиндре у нас получается впуск регулируется и выпуск на третьем цилиндре до на третьем цилиндре выпуск регулируется вот как-то вот таким макаром регулируется клапана на g2 так друзья хотел сначала обращаться к токарю но поехал и нашел в русских магазинах вот такие же заглушки то есть такие же и стоят они всего лишь 20 рублей токарю отдал бы больше в общем так друзья отец выгнул на улицу заведу пусть по обкатывается немного потом видно будет дальше что-то как и а а а а а а Ну что, братцы, смотрите, сейчас вот Фильтр вот этот ставили Поработал он у меня 5 часов 5 часов вот слили с него антифриз И смотрим Смотрите, вот сколько сейчас тут уже Вот такого вот говна Сейчас еще не знаю, сколько там внизу И это стоп-лодово Там еще прям мерено-немерено Фильтр, конечно, делает свое дело Но прямо видно, он прямо грязный Это в натуре жесть Ну, конечно, плохо видно Ну, сейчас попробуем перевернуть на какую-нибудь картонку Это все Опа Ну, вот я не знаю Он, смотри, говно это вот Песка какой-то Песок и вот это могло, прикинь, в радиаторе быть печки А вот здесь-то сколько, смотрите, сотверку Ну, что, друзья Что я могу вам сказать Есть, конечно, хорошая новость и плохая Но больше плохая, чем хорошая В общем, что я сделал А, плохая, давайте начнем с плохой Есть вероятность того, что Ну, по моей ошибке, конечно, я это признаю То, что я такой распиздяй Ну, у меня как-то вылетело из головы Не знаю, потому что торопишься все время Не поменяло маслосъемные колпачки И, вероятно всего, они подкидывают, короче, масло Поддымливается он маленечко Может быть, конечно, еще не факт Там еще, может быть, короче Может быть, еще и кольца Ну, это сто процентов Они еще не притерлись Пять часов он сегодня отработал Завтра еще пять его часов зарядим Чтобы он поработал Что, почему я понял Что у нас с маслосъемным В общем, я давай снимать Вижу четвертый, второй и первый Они мокренькие Ну, видно, мокрое там То, что масло как-то подлетало Ну, я не знаю, откуда именно летит Видно, что клапан, конечно, там стержень Вот это клапана Маленько мокренький такой Ну, скорее всего, это колпачки Минус того, то, что Поменять колпачки На машине Скорее всего Не будет это Ну Не получится, короче Потому что у них Коромысло прикручено на семь болтов Которые притягивают же Головку И из-за этого не получится Ты не можешь Ты семь болтов открутить Да, там поменял А потом притянул Я думаю, что такого фокуса Честно, не пройдется Ну, с двигателем Потому что там расслабишь Где-то отойдет это все И где-то что-то там, короче Ну, сто пудово перевез Но я думаю, не пойдет это На дизель и такая хренья Как же прикрутил от R2 Но не было тут штатного теплоэкрана И также пришлось сделать вот сюда Такие теплоэкранчики Вот, как видите Потому что тросики Они хоть и изоляция Тут на них вот это есть Ну, как штатная вот такая вот Но я чувствую, она нифига не поможет Ну, может быть, поможет Это может, не поможет И я все-таки сделал теплоэкраны Чтобы меньше воздействовало на них Ну, вот этот нагревательный процесс Что касается по выкиду Из щупа масла Вроде как пообщался с людьми Пообщался с другими Третьими, десятыми Масло у них, если вот так щупу Дергиваешь и газуешь масло Под выкидывает отсюда Это на них, говорит, это нормально Почему у меня выкидывает? У меня сломаный щуп И тут нету резиночки И из-за этого, скорее всего У меня, ну, дальше выкидывает Заказал новый щуп Придет, когда-нибудь поставим И, в принципе, я думаю Проблема этого от нас уйдет И я, как истинный лошара Который забыл поменять Маслосъемные колбачки Вот я их уже приобрел Очень большое спасибо Рауху С Иркутска С Бонго Клуба Он, в принципе, мне помог Приобрести эти колбачки Съездил, купил И сегодняшним, как бы, рейсом На автобусе отправил до меня Вообще, благодарность Карауке Прям вообще большая-пребольшая Также хочу спасибо сказать Славе Ствери Что он остается равнодушным Как бы, какие-то более Ну, какие-то советы он мне дает Хотя, говорит, сам не сталкивался С этим моторами Ну, тем не менее Он дает мне советы И ему уже из этого и всего исходит Нам на G2 Поменять маслосъемные колбачки Не снимая головы Объясню, почему Трудность в замене будет Так как коромысло На семи болтах Прикручено сквозными болтами И притягивает Ту же самую, что головку И чтобы поменять Грубо говоря Снять коромысло То ты ослабишь головку Ну, и это уже не есть хорошо И из этого у нас получится Что мы можем прослабить Все это где-то Ну, и со временем Может сразу После потом, когда соберем Затянем Может она и не пернет Прокладка Ну, со временем Я думаю, что На дизеле Это как бы Такие фокусы не проходят И это потом придет Все равно конец И она пернет Эта прокладка И в общем Сейчас попробуем Если Ну, я так скажу Короче, если у меня Все получится Этот видос выйдет Выйдет Если не получится То он не выйдет То извиняйте Ну, пробовать Короче Поменять колпачки Не снимая головы Так, братцы Вот таким Макаром мы сняли Вытащили штанги И в принципе Можно добраться Не знаю Получится у меня Потом вот этих два Как бы Цилиндра добраться Я еще не знаю Ну, и о штанге В принципе Кое-как вытащил И здесь В общем Сейчас буду Расчехлять пружины И уже дальше Видно будет Все Купил вот такую Штукенцию Не знаю Как она работает Для чего работает Короче Я сам еще Пока не знаю Заткнемся Отверстие На всякий случай На А то Хуй Какая-нибудь Хуйня Туда и упадет Честно Ёбань Вообще Какая-то Непонятно Братцы Пишите в комментарии Если кто знает Как вот этой Хренотенью работать Пишите в комменты Я честно Маленько Вообще Не догоняю Как это Хуйня Вся Работает Дедовский Проверенный Способ Берете На 13 Головку И все Все Сухарики На месте Эту Снимаешь Как-то Так И бешься Вытаскиваешь Блять О Нормально Надо Вот Обязательно Прокручивать Толеновал Либо в ту Либо в другую Непонятно Ну чтобы Клапан Туда уходил И можно было Задавить Его Если И вот Туда Не задаясь То Все Ага В общем Все Друзья Все штанги У нас На месте Мы Обратно Их Запихнули Ну и Не забывайте Вот Про Эти Я не знаю Питаки Или как их Правильно Назвать Уже Дальше Что под клапан Пихается Шноркель Притык Стоит Узким способом Все это Подгоняется Вырубаем Передачу Пониженная Короче У него Зеркально Получается Стоит Продолжение следует